Приветствую вас, давайте разберём ваш вопрос. Тесно общаюсь с коллегой, у меня работа, знаю её отношение к некоторым коллегам и знакомым, глаза только хорошие улыбки, при этом не её люди играют, долгое время не придавая этому значения работе и личной жизни, у всех разные, значит так надо. Сейчас стала проецировать данное поведение на себя, получается, что я человек по меня, он может быть совсем иного мнения, о чём-то не договаривать, может обманывать. Как понять, стоит ли доверять? Хочу отметить, что изначально она была очень откровенна со мной, чем расположила, в настоящее время общаемся более поверхностно на бытовом уровне, вот и думаю, стоит ли открываться. Смотрите, я бы сказал, что по вашему описанию выглядит так, что в какой-то момент, вот момент, когда вы начали проецировать её поведение на себя, у вас что-то изменилось в жизни. То есть у вас в жизни появилась некая такая, ну, может быть, тревожность, да, может быть, какая-то вот неудовлетворённость, может быть, что-то ещё появилось. И, соответственно, я бы сказал, что в первую очередь вам, наверное, нужно обратить внимание на это, на то, что изменилось, именно в вас, что изменилось, именно в вашем, ну, как бы, в вашем восприятии, в вашем отношении, вот. Я бы вот на это, пожалуй, больше предложил бы обратить внимание, я бы на это, пожалуй, обратил бы внимание, нежели чем на то, стоит ли доверять человеку или нет, потому что стоит ли доверять человеку или нет, вы можете решать сам, исходя из того вообще, что вам нужно и чего вам хочется, вот. И об этом, об этом, об этом мы тоже, конечно же, сейчас поговорим, вот. Но ключевой момент, на мой взгляд, именно в этом. Ключевой момент в том, что в какой-то, в определённое время у вас изменилось что-то в вашей жизни, вот, вот, и изменилось что-то настолько, что вы стали, вот, как раз, тревожиться, вы стали тревожиться, именно, может, ну, именно из-за того, что может вот с вами, грубо говоря, произойти. Поэтому здесь, в первую очередь, нужно обратить внимание на это, вот. Дальше. Что хочется ещё сказать? Ещё хочется сказать, а имеет ли такой смысл, имеет ли значит, такое значение, грубо говоря, грубо говоря, что человек про вас говорит? Если вам с человеком, да? Хорошо. Если вам с человеком комфортно, вот, имеет ли это как? Имеет ли значение, что она говорит про вам и так далее? Дело в том, что, открываясь, мы рискуем всегда. Мы рискуем всегда, что кто-то будет что-то про нас говорить, вот, и это не повод не открывать. Другой вопрос, что если вас волнует, как человек обратиться с информацией, которую вы ему, ну, вы рассказали, да? Если вас это волнует, если вас это беспокоит, то, на мой взгляд, это больше про, ну, простит, на мой взгляд, на мой взгляд, скромно, это больше простит. Вот. И, если это простит, то работать вам нужно именно со стыдом, в этом смысле. Вот. именно со стыдом нужно здесь работать. То есть, именно с тем, что вы чего-то стыдитесь, именно с тем, что вы чего-то не принимаете в себе и так далее. Вот. я бы, наверное, такой здесь момент бы дал. Вот. Поэтому, как бы, прежде чем решать, стоит ли открываться человеку или нет, да, вам, наверное, ну, нужно решить для себя момент именно того, а вот, как бы, ну, как, как я в целом воспринимаю, как я в целом отношусь, да, к тому, что, вот, ну, кто-то что-то там про меня может сказать. Вот. И какие чувства, например, у меня это вызывает. Если вызывает, если есть чувство стыда, то работать нужно, конечно, в первую очередь именно с ним. Еще складывается такое впечатление, значит, по крайней мере, у меня складывается такое впечатление, что у вас, как будто бы, вот, ну, только вот это. Этот человек только присутствует, значит, в окружении, с кем вы можете, вот, значит, ну, поговорить, с кем вы можете что-то обсудить, да, с кем вы можете, ну, как-то вот раскрыться, так сказать. на мой взгляд, желательно, на мой взгляд, очень желательно, чтобы все-таки было несколько людей, с которыми вы могли пообщаться, с которыми вы могли поговорить, чтобы это не было, не было, вот, человеком, да, чтобы это был не один человек, чтобы это было несколько людей, ну, и, соответственно, уже, чтобы, ну, чтобы у вас был выбор, потому что, допустим, ну, допустим, опять же, сейчас выглядит все так, как будто, вот, а, у вас только этот человек, вот, невозналист, и, соответственно, как-то вот, не знаете, да, словно говоря, а, как вам, там, вообще, там, себя вести, да, с ним, и, как действовать, и так далее, вот, то есть, такая, вот, получается, как бы, ну, сверхзначимость одного человека, это, конечно, не очень хорошо, вот, ну, и дальше, дальше, когда все эти проблемы, когда и если все эти проблемы будут, а, как-то раскрыты, да, вот, вы, вы уже для себя сможете совершенно, на мой взгляд, спокойно решить, а, значит, соответствует ли человек вашим, о, вашим, ну, ценностям, да, например, или нет, вот, то есть, ну, можно ли, условно говоря, этому человеку, там, как-то, ну, есть у вас что-то общее с человеком, или нет, вот, я бы, наверное, пожалуй, все-таки, обратил бы внимание, вот, на это, не на то, что он, что он говорит, да, не на то, говорит ли он в глаза, потому что человек, который делает это, как-то вот, на регулярной основе, да, человек, который поступает, так вот, на регулярной основе, он не продает этому, такого значения, как, человек, который делает это, ну, более выборочно, то есть для него это способ обратиться со своими чувствами, а вот, ваша тревожность, и, ваше какое-то непринятие, где-то в чем-то себя, или ваше, центрированность на человеке, или ваше зависимость от откровенности, это проблема. На этом все, я надеюсь, что помог вам, буду благодарен, за обратную связь, по моему ответу, это позволит вам начать работу над собой, я бы, вот, отвечая на ваш вопрос, о том, стоит ли доверять, да, я бы сказал так, что, попробуйте увидеть весь спектр своих чувств к человеку, вот, то есть, ну, да, вот у вас есть опасение, что он там может, за глаза что-то говорить, вот есть опасение, ну, а еще какие чувства к человеку сперете, помимо этого, есть еще какие-то чувства, какие они, что это за чувства, ну, вот, желаю вам всего самого доброго, обращайтесь. Продолжение следует... ...